Это программа День с толком, студия Анастасия Драган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Выбор сделан, выбора больше нет. Как на Алтае завершилась одна из самых больших муниципальных компаний в стране. Точек тока в регионе становится больше. В Барнауле появились еще три станции для зарядки электрокаров. Спустя 40 лет в родной дом на малую родину приехала сестра Германа Титова. Какой была эта поездка? По предварительным данным регионального избиркома, средняя явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Алтайском крае составила 21%. Проголосовало 348 с половиной тысяч избирателей. В районах и округах явка составила почти 30%. А вот в городах существенно ниже. 14% избирателей или 126 с половиной тысяч человек. Вот видим, вот красивая висит. Ну все, мы за нее будем голосовать. За кого голосовать? Большинство барнаульцев, пришедших на выборы в заключительный день, разводили руками. Дошедших до избирательных участков в целом было немного. Представители политических объединений признают, люди стали более требовательными. Знаете, низкая явка, на мой взгляд, то есть я же видел кандидатов от всех партий, я не могу сказать, что это все узнаваемые люди. То есть достаточно большой список людей, люди, они не представляют, кто это. И они, я считаю, не готовы пойти поддержать их поэтому. Сейчас в обещания не очень верят. Меньше спрашивают, что вы сделаете. Скорее, что уже вами проделаны. В Барнауле выборы проходили в течение трех дней. Самым популярным для жителей все равно остается единый день голосования – воскресенье. Обычно самые дисциплинированные, и, как правило, это пожилые, приходят с утра. Видимо, к десяти часам весь поток желающих, а дай свой голос, закончился. Найти тех, с кем можно пообщаться, было даже затруднительно. Эта женщина сама работала в администрации, так что на выборы ходит всегда. В голове держит список проблем, решения которых ждет. Ну почему у нас такой транспорт? Почему в России считается, что если в «Газели» нет пустых бутылок в салоне, нет бумаг, значит это чисто. Чисто – это когда чисто? Сегодня в Алтайском крае проходят очень широкие выборы, и, наверное, этим мы отличаемся почти от всех регионов Российской Федерации. Очень важно сформировать те органы власти, представительные власти, коллегиальные органы власти, которые основной своей деятельностью, в которых является законодательная деятельность, принятие законов, дальше которыми начинает уже заниматься, исполнением которых исполнительная власть, а оценивать нарушения или не нарушения законов, судебная власть и так далее, и так далее. Все наши ветви власти таким образом вовлечены в процесс, или формируют процесс управления государством. Голосовать нужно. Об этом жителям все больше и больше напоминают сами избираемые, готовые представлять жители в органах власти. Эти муниципальные выборы в Алтайском крае одни из самых масштабных в стране, но главное внимание, конечно, было приковано к Барнаульской городской думе, как самому крупному представительному органу этой компании. От депутатов, которых мы изберем, на самом деле зависит очень многое, поскольку именно Барнаульская городская дума, среди прочего, устанавливает местные налоги муниципальные, утверждает генеральный план, правила благоустройства, и на минуточку вопрос о том, вернутся ли всенародные выборы мэра Барнаула или нет. Большая политика – это очень хорошо и интересно, ей интересоваться, но вот именно органы местные, мне кажется, не менее важную роль играют. Все вопросы, дороги, детские сады, места в школах, та территория, которая вокруг себя, и где мы можем гулять, проводить свободное время, это все, на самом деле, во многом под видением местных органов власти. Я на выборах, потому что хочу, чтобы что-то изменилось. Город свой надо любить, и надо, чтобы город был чистый, а не свинарник, извиняюсь. И хотя потоков избирателей на участке не было, и представители комиссии чаще всего скучали, политики уверены – выборы состоялись. Конкурентная борьба живая, порой острая. Вы знаете, что очень большое количество кандидатов самого разного уровня, в том числе и в городе Барнауле, поэтому результаты будут интересные. Давайте будем ждать. По предварительным данным, активнее всего голосовали жители Родинского, Завьяловского и Хабарского районов. Явка там составила от 40 до 61% избирателей. А вот низкая активность замечена в Бийске, Новоалтайске и Краевой столице. Там проценты едва перевалили за 10. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. Общественные наблюдатели не выявили серьезных нарушений во время выборов в Алтайском крае. Не было и жалоб от избирателей. Но вот с чем общественным наблюдателям приходилось работать, так это с фейками. Они касались, к примеру, вбросов или незаконной агитации. Фактически, нарушений было очень мало. Мы можем сравнить с прошлым годом. Даже информации о нарушении было минимальное количество. Мы взяли за правило каждое событие в течение часа проверять, и в течение часа на наблюдатель 22 мы выставляли информацию. В этом году Центр общественного наблюдения делал упор на молодых наблюдателей, которые публиковали посты о ходе выборов в свои социальные сети. Всего за ходом голосования следили 1310 общественных наблюдателей. Из общего заявленного количества наблюдателей у нас явилось на участке 83%. Коллеги, сравнивая с опытом других регионов, я скажу, что это очень хорошая цифра. То есть у нас вот этот процент погрешности составил 17%. Мы также с удовлетворением констатируем, что выборы технологизируются у нас. Что когда-то на КАИБ смотрели, как на какое-то технологическое чудо. Сейчас уже КАИБ вошло в обыденное использование избирательными комиссиями. Даже в районах, где победа партии власти до начала самых масштабных в крае муниципальных выборов была под сомнением, единороссы обошли своих конкурентов. Предварительные итоги выборов они озвучили сегодня. 80% всех мандатов в сельских поселениях, муниципальных и городских округах – победа Единой России безоговорочная. Вот так выглядит статистика по крупным городам края. В Бийске из 30 мандатов у Единой России – 27, в Новоалтайске из 22 – 16. Впечатляющий результат в Рубцовске из 28 – единороссы получили 25. 31 депутат из 40 возможных будет представлять партию в Барнаульской городской думе из 20 мандатов – 11 у единороссов. Что касается социального состава избранных депутатов, то в Барнаульской думе будет достаточно педагогов и много врачей. Дмитрий Борисович, Денисов, Ананина, Людмила Петровна, Молчанова, Азарова, Гудакова. То есть вот уже пять главных врачей, которых мы уже… Там, возможно, Николаев все подойдет, да. Которых мы видим. Это серьезное представительство, даже немного серьезнее, чем в Краевом законодательном собрании. Представители предпринимательского сообщества тоже присутствуют. Вы это тоже видите. Вопрос, да, там, уровня бизнеса. Ну, Солодилов, он, например, и в прошлом созыве к нам присоединился к качеству самого движения. В этом году прошел процедуру предварительного голосования. Да. Касплер у нас участвует, перерядок. Правда, процент тех, кто пришел на выборы, нельзя назвать высоким. К примеру, в 2017-м общее число тех, кто пришел на выборы, было 24%. Сейчас – 21%. Я, отвечая на вопросы оппозиционных партий, вот власть не обеспечила явку и так далее. Да не власть обеспечивает явку, а обеспечивает явку те партии, которые на сегодняшний день ведут своих кандидатов. Поэтому, кто мешает на сегодняшний день? Я приведу пример по Родинскому району, когда говорят, чем больше явка, тем меньше шанс на успеху партии «Единая Россия». Так вот, в Родинском районе при 70% явке результат партии 100%. Свой успех «Единая Россия» связывает с большой работой, проделанной партией с момента выборов 2017 года, а также с федеральной повесткой. К слову о явке. Эксперты считают, что падение желающих проголосовать на муниципальных выборах – уже тенденция. По словам политологов, Барнаулу не хватило активной политической кампании, а кто-то даже и не знал о голосовании. «Нет интриг, нет понимания яркого оппозиционирования, ярких выступлений. Исходя из этого, людям, ну зачем, они там все одинаковые. Все заодно, при этом сейчас все партии сплотились вокруг власти ПСВО, поэтому, ну а зачем нам это все? Муниципальная кампания – это кампания про дырку во дворе, не сделанную дорогу, да, там, крыша рушится. Это про это. И это трогает маленькую-маленькую часть населения. Вот с точки зрения чистоты, отсутствия нарушений прозрачности, это была самая чистая кампания. Если честно, нам вчера в табе общественного наблюдения было нечем заняться. Просто на вчера не было жалоб». Когда уже все, кто хотел, отдали свои голоса, мы решили узнать у барнаульцев, а были ли они на выборах. «Как положено, написал заявление, все проголосовал, конверт запечатали при мне, все положили в урну». «Я даже не знала, честно говоря, что они будут. Но если бы знали, то пошли? Нет?» «Мало народу, вообще активности никакой». «Я не проигнорю, мне некого, у меня работа просто сложная». «Не верю уже просто». «Прописка у меня в другом городе. А ничего я не делала для того, чтобы голосовать здесь». «Сначала я в комиссии был. Очень мало голосует. Особенно молодежь вообще не идет». «Ну, на ваш взгляд, почему?» «Ну, наверное, с ней плохо проводится работа». «Даты, даты, когда. Я видел кандидатов, но не видел даты. И вчера там мне сказали, а ты не в курсе, что сегодня выбраешь. И день в день. Условно я только узнал о том, что они именно сегодня». «Только вчера узнала, что будут, потому что как-то за последний не выпало из жизни. И нет, не ходила. Гражданский долг не соблюла еще». «Разговоры про заинтересовать молодежь я слышу с 96-го года. И до сих пор с 96-го года никто не придумал рецепт, чтобы молодежь пошла на выборы. На выборы молодежь, бунтарский дух бунтует, делает. Когда у них появляются дети, они маленько степеняются. И только когда у них появляются внуки, они идут и голосуют на выборах. Тенденция, которая продолжалась, и дальше продолжается. Это как неизменный фактор, который был, есть и будет. Все-таки муниципальные выборы зависят от, скорее, того, сколько кандидаты своих сторонников за ручки приведут, чем от какой-то общей повестки». Зарешать электротранспорт в краевой столице становится проще. Барнаульская гороэлектросеть продолжает установку в городе точек тока. В начале сентября появились три новые станции. Где они расположены и в чем их преимущество, узнавал Дмитрий Дроздов. «По нашей информации, 100-киловаттная станция, она единственная в Алтайском крае и ближележащих регионах». 100 киловатт мощности означает, что время заправки автомобиля не превысит и получаса. Точка тока на Павловском тракте 32 должна стать самой востребованной. «Автопоток постоянный». «В ближайшее время будет запуск работы. Сейчас проведем необходимые пусконаладочные работы, установим биллинговую программу, по которой будут осуществляться платежи». В декабре 2021 года Барнаульская гороэлектросеть начала установку в Алтайском крае заправочных станций для электрокаров. Это специальный проект, по которому на нашей территории создают сеть с названием «Точки тока». Так зимой в Барнауле появились две заправки мощностью 60 киловатт у гостиницы «Центральная» и на Социалистическом проспекте 109. Сейчас же на карте города появились три новые точки, уже названная на Павловском тракте 32, еще Павловский тракт 166 и взлетная 25. Две последние мощностью 60 киловатт. Стоимость киловатта – 15 рублей. «Хочу отметить, что наши станции в том числе, значит, они способны на увеличение мощности. То есть там модулями меняется, мощность их можно увеличивать. То есть, как бы, в последующем мы будем этим заниматься». Александр Вершинский подчеркивает, что электрозаправочные станции гороэлектросети имеют качественные преимущества перед конкурентами. Они быстрые и заряжают автомобили любых марок, включая и премиальный сегмент. А в планах у компании установить две точки станции на пути от Барнаула до Новосибирска. До конца года в гороэлектросети обещают рассчитать бюджет, выбрать самые удобные для водителей места для расположения станций и начать подготовку к их монтажу. В 1917 году здание первой поликлиники в Барнауле полностью сгорело при пожаре. Здание строили заново и на днях отмечали юбилей медучреждения – 125-летие. С момента основания 1898 года в поликлинике было всего несколько специалистов – врач, фельдшер и прививальщица от ОСПы. В один из периодов своей истории, по завершению Великой Отечественной, медучреждение объединили с первой горбольницей, а с 1970 года оно работает автономно. За последние годы здание серьезно изменилось внешне, отремонтировали фасад, этажи, кровлю. Мы как лаборатория находились на третьем этаже и все время бедствовали, потому что у нас все время текло. Получили новое оборудование, получили компьютеры, что и нам перепало. Ну и реагенты. Мы раньше работали с кислотами – азотная, соляная, уксусная, уксусный ангидрид. Все мы этим дышали. А сейчас все это упаковано, только развести и загрузить в лабораторию. Валентина Андрющенко проработала в поликлинике 46 лет. Кстати, многие отмечают, здесь всегда были хорошие специалисты. Сейчас они обслуживают почти весь центральный район, кроме поселка Южный. Это 60 тысяч человек. За день медики принимают полторы тысячи пациентов. 125 – солидный возраст, но в поликлинике и сейчас планируют развиваться. Строим новую врачебную амбулаторию в поселке Кирово. Пытаемся и ждем, когда нам построят новую поликлинику в Нагорной части города. Ждем новое оборудование и, конечно же, продолжаем оказывать помощь. Потому что наши доктора, наши специалисты, наши специалисты со средним звеном на сегодняшний день – это одни из лучших и востребованных специалистов во всем городе Барнауле. Российский космонавт Сергей Корсаков поделился фотографиями Алтайских озер, которые он сделал на борту МКС. Его внимание привлекли степные озера – Кулундинское и Кучукское. В Кулундинской степи известны несколько соленых водоемов. Среди них – озеро Кучук, оно на фотографии снизу. Водоем знаменит своим промышленным запасом сульфата, миробелита и богатым минеральным составом. Славится и наличием целебных грязей. В давние времена озеро было заливом Кулундинского. Это огромный водоем выше. А сейчас они соединены протокой, на которой стоит плотина для регулирования стока воды. Добавим, что Сергей Корсаков постоянно делится со своими подписчиками фотографиями городов, гор, водоемов всех стран на планете. В его телеграм-канале очень интересно. Спустя 40 лет сестра первого космонавта Сибири и второго планеты побывала на своей малой родине в селе Полковниково. Визит приурочен к 87-й годовщине со дня рождения ее знаменитого брата Германа Титова. В честь этого события в селе прошли праздничные мероприятия с участием летчика-космонавта, который пробыл в невесомости в общей сложности около года. Подробнее о знаковом событии в репортаже Валентина Аскеровой. Мы восстановили эту русскую печь, на которой Зимфира Степановна в детстве грелась. 40 лет Зимфира Степановна Титова не переступала порог своего родного дома. Эмоции не сдержать здесь все, как и многие десятилетия назад. Русская печь, скрипка отца, яркая кремлевская башня, обеденный стол, за которым собиралась вся семья. Я очень тронута. Во-первых, что все это сохранили. И мне даже очень трогательно все. Здесь ходила, здесь вот спала, в лепичке тоже спала, здесь училась, жила, росла. Здесь Зимфира Степановна прожила от рождения до переезда семьи Титовых в Москву. С братом Германом была существенная разница в возрасте. Целых семь лет. Общих интересов мало, но они были. Мы там картошку сажали, окучивали ее, потом выкапывали, когда она уже вырастала. И на костре пекли картошечку. Весь интерьер сотрудники музея воссоздали по ее воспоминаниям. Сегодня дом посещают многочисленные гости. Они имеют возможность своими руками прикоснуться к космической истории. О полете в космос своего Гера родные узнали непосредственно в день полета. К дому, где проживал Герман Степанович, стянулись соседи и все вместе. С этого телевизора с символическим названием «Старт» начали наблюдать, как их земляк на корабле «Восток-2» стартует к звездам. Ночью, естественно, они не спали, все выходили, смотрели. Может, уехали где? Больше суток на орбите, 17 витков вокруг Земли, 700 тысяч километров. Герман Титов отправился бороздить просторы Вселенной 6 августа 1961 года и навсегда попал в историю мировой космонавтики как первый человек на планете, совершивший длительный полет. При мне полетел Гагарин, полетел Титов. Я помню те события, какое было чувство радости, восторга. И всем хотелось попасть туда. Но попасть туда могут далеко не все. На три места 20 тысяч человек, рассказывает герой России, летчик-космонавт, который осуществил два космических полета общей продолжительностью больше 300 суток. Кстати, Герман Степанович, а точнее его книга «Голубая моя планета» косвенно повлияла на выбор жизненного пути Андрея Борисенко. Это была первая книга, которая попала мне в руки. Книга, написанная космонавтом. Я тогда был ребенком. Вот с этого началось для меня, наверное, знакомство от первого лица с космонавтикой. А сегодня с космонавтикой и нашей «Голубой планетой» алтайских школьников и студентов знакомит сам Андрей Борисенко. Вопросов море. У вас были ощущения, когда шли в космос? Когда я, ну, наверное, не вышел в космос, а вышел на орбиту вокруг Земли, да? Я правильно понимаю. Восторг. Восторг. Вот совершенно бешеный, дикий, я бы сказал, щенячий, что ли, восторг. Щенячий восторг от невесомости и красоты из окна иллюминатора мечтает испытать каждый. Но в ряды космонавтов попадают исключительные люди. Но мы с вами можем только мечтать и о тех временах, когда полеты на орбиту Земли станут возможны в рамках туристических путешествий. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалара». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok